Здравствуйте, это Укрлайф ТВ. Мы продолжаем наш эфир. Я хочу напомнить, что спонсор канала – торговая марка Гетьман, медицинский центр «Туризма». А у нас в студии сейчас Сергей Датюк, которого мы очень рады видеть. Мы очень рады иметь Сергея, потому что так сложилось, что уже многие годы Сергей приходит в декабре, в конце декабря, к нам в студию, чтобы подвести итоги уходящего года и поговорить о том, каким будет следующий год. У нас сегодня традиционно отключили свет, поэтому мы планировали несколько иначе записать эту программу, но будем работать так, как получается сейчас. Поэтому Сергей Датюк у нас в студии, и мы очень этому рады. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. И да, я настоял, чтобы это было в студии, потому что в итоге надо подводить в студии, ритуалы нарушать нельзя. И в этом смысле сегодня с утра была тревога, обстреливали Харьков, а потом свет был, но свет отключили. Потом я хочу, чтобы вы все поняли те обстоятельства, в которых мы записываем итоги года. И начну я с сегодняшнего утреннего поста Дмитрия Раимова, который написал, что не надо смотреть итоги года, тем более их читать, потому что все пишут, что везде всё плохо. Ну, он другое слово употребил, но будем говорить корректно. Он говорит, неплохо, потому что те, кто уехал и, в общем-то, хорошо устроился с семьёй, с детьми, у них всё хорошо. Те, кто заработали тут тысячу долларов, и вы с них смеялись, что они бровки, глазки делают, они там заработают по пять тысяч евро, у них всё хорошо. И ребята, которые погибли, верят в то, что они погибли, в их видении это правильная смерть, они знали об этой цене, у них тоже всё хорошо. И побратимы, которые их похоронили, и как бы их вспоминают, у них тоже всё хорошо, потому что это смерть осмысленная, смерть наших героев, воинов осмысленная. В этом смысле хорошо у большинства людей, которые верят в будущее, которые видят перспективы. Плохо только у тех, кто сам не меняется и не видит позитивной перспективы. У этих людей плохо. В этом смысле, если мир меняется, а вы не меняетесь, то у вас будет не просто плохо, у вас будет намного хуже, чем в целом мире. И мы сегодня говорим об итогах года. Как всегда, я, начиная с октября, потому что год чрезвычайно сложный, обычно я с ноября начинаю, но тут в этом году я начал с октября. И в 2022 году мир вошёл в фазу острого кризиса, которая характеризуется как российско-украинская война, но на самом деле является войной мировой, поскольку она затрагивает все страны, все сферы жизненные деятельности, радикально меняет тренды грядущего и определяет будущего. И в этом смысле войну погрушены практически страны все, включая Индию и Китай, которые вынуждены были самоопределяться. Также можно сказать, что происходит кризис всех надгосударственных структур, ООН, НАТО, ВТО, ОБСЕ и так далее, снижение развития во многих областях науки, техники и культуры. И это то, что определяет следующее несколько лет. То есть год, который определяет сразу следующее несколько лет. В моём представлении, а мы с вами будем говорить по главам или структурам, в конце каждой структуры, я прошу вас задать один самый важный вопрос. И, конечно же, мы начинаем с войны, русско-украинской войны, и в этом смысле год начался 24 февраля. Поскольку до 24 февраля у нас была повестка дня предыдущего года, дискурс предыдущего года, и даже, вспомните, напоминаю вам, инфодемия предыдущего года, то есть коронавирусная инфодемия. Хотя основные моменты появились 21 февраля, а именно российский лидер Владимир Путин признал российских симпатистов в двух украинских областях и направил войска для миротворческих функций. Мы с вами сделали 22 февраля здесь эфир, где я сказал, что это по существу война, что нам надо воевать, нам надо готовиться к войне. 22 февраля президент США объявил санкции, поскольку он сказал, что это фактически равносильно вот то, что сделал Путин в начальной войне. Ну, а 24 февраля уже российский лидер Владимир Путин объявляет в начале специальной военной операции СВО в Украине по демилитаризации и деноцификации страны. По существу, за несколько минут до того, как российские войска вторгаются на территории Украины и начинаются обстрелы городов. 26 февраля российские военные уничтожили дампу в Херсонской области, перекрывающую подачу воды в Северо-Крымский канал. 27 февраля страны вводят санкции против России, ЕС закрывает воздушное пространство для российских самолетов, но и российские банки отключают от финансовой системы SWIFT. 28 февраля Россия обстрелит украинский город Харьков, в то время как российская колонна длиной 64 километра движется по направлению Киев. Итоги этой колонны безрадостной, практически она вся была уничтожена, и это была первая как бы такая демонстрация, что с логистикой в этой войне будет не просто все неблагополучно, с логистикой в России в этой войне все будет очень хорошо. Они двигались колоннами, и мы успешно эти колонны уничтожали. Практически благодаря изрубан плохой логистики, непродуманности ее, быстрой победы не могло быть в принципе. То есть речь не шла о днях. Даже если бы все сложилось наилучшим образом для российской армии, речь могла идти о месяцах. Даже не о неделях, о месяцах. Но как бы, если бы мы просто ничего не делали. Но мы сопротивлялись, и благодаря героическому сопротивлению уже 28 февраля по предложению России в Гомельской области и Беларусь состоялся переговоры России и Украины. Подчеркиваю, по предложению России. Переговоры были еще не раз, но ни к чему не привели. 2 марта российские войска оккупировали Херсон. 3 марта российские войска захватили Украинскую Запорожскую Америку. Я помню, как мы переживали эту ночь, боялись подрыва, боялись ядерного удара подобного чернобыльскому. И эта опасность сохраняется до сих пор, поскольку до сих пор Запорожская АЭС в руках оккупантов. 7 марта агентство ООН по делам беженцев сообщает, что российское вторжение привело к бегству из Украины миллионов людей на июль. На июль месяц. 9 миллионов выехали в Европу, 2,5 вернулись. Сейчас около 6 миллионов в Европе и 2 миллиона в России. Есть данные, что 5 миллионов в Европе, 2 миллиона в России. Ну, по-любому получается, что 7-8 миллионов украинцев вне Украины. 14 марта мирные жители впервые смогли покинуть сильно разбомбленный украинский город Мариуполь на фоне 2,5 тысяч погибших и гуманитарного кризиса в городе. 29 марта как победа Украины? Россия объявляет об отводе своих войск от Киева. 2 апреля Украина освобождается в Киевской области от российских войск. 4 апреля украинское правительство начинает расследование военных выступлений, поскольку 410 мирных жителей были найдены убитыми после вывода российских войск из-под Киева. Ну, мы помним Бучу, помним Киев, помним как бы разрушенные города север как бы на север Киева и 14 апреля российский корабль Москва флагман Черноморского флота затонул в Черном море. Фактически Россия до сих пор это не признает его ракетами потопили украинские военные с участием с информационной поддержкой американцев. 18 апреля Россия начинает первое крупное наступление на Донбассе. 28 апреля российские ракеты нанесли удар по Киеву во время визита генерального секретаря ООН Антонио Гутерришо. Это весьма символическое событие, которое показывает, что с этого момента Россия фактически не будет придерживаться никаких правовых международных норм. Она то, что называется пойдет в разнос. 15 мая правительство Финляндии заявляет, что подает заявку на вступление в НАТО на фоне российского вторжения в Украину после десятилетия нейтралитета. На следующий день, 16 мая, Швеция официально объявляет, что будет стремиться вступить в НАТО на фоне российского вторжения в Украину после 200 лет нейтралитета. 16 мая Украина объявляет о завершении боевой задачи в Мариуполе, эвакуировая последние силы из металлургического завода Завсталь плен из Завстали сдалось около 2500 украинских военных. В результате боев в городе повреждены или разрушены до 90% жилых зданий и до 60% частных домов. 9 июня на выставке в Москве посвященной 350-летию императора Петра Великого Владимир Путин сравнивает себя с цельом Петром покорившим Балтийские побережья и происходит первая переформулировка цели войны. Путин в открытую показывает что у него цели те же что у Петра Первого. То есть речь не идет о демилитаризации и деноцификации речь идет о территориальном завоевании. Более того в связи со статьей Тимофея Сергейцева в правительственном во властном издании оказывается что цель России состоит в том что как можно больше ослабить Украину экономически политически культурно технологически и уничтожить как можно больше населения. То есть фактически речь идет об уничтожении украинцев как народ. И здесь за кадром остается что происходит переинформировка целей. Явно и открыто становится цель геноцид украинцев. 25 июня Северодонецк захвачен Россией после нескольких недель боев в этом районе. 1 августа первое судно с зерном покидает украинский порт Одесса в рамках сделки при посредничестве ООН преодолев многомесячную российскую блокаду и возникает уникальная ситуация прецедент когда во время войны происходит торговля и эту торговлю гарантирует международное сообщество. Как показало последнее действие гарантии настолько сильные что даже когда Россия попыталась сказаться у нее ничего не вышло. 30 августа Украина начинает контрнаступление против России на юге Херсонщины. 2 сентября Газпром на неопределенный срок приостанавливает поставки природного газа в Германию в Европу по газопроводу Северный поток-1. 10 сентября вооруженные силы Украины отбили у российских войск город Изюм. 11 сентября украинская армия перешла в контрнаступление на территорию оккупированной России Харьковской области заняв Изюм и Купинск. Важный момент и составляющая этой войны начинается 11 сентября а именно я отмечаю вехи 11 сентября 10-19 октября 22 октября 31 октября 15 ноября 23 ноября 5 декабря 16 декабря и 26 декабря массовые ракетные обстрелы России и украинских городов Украина борется за возобновление инфраструктурных услуг не имея побед на фронте Россия пытается принудить к капитуляции Украины и украинцев она пытается сломить наш дух таким образом цель ее обесточить города лишить их тепла воды лишить украинцев духа сопротивления Украина продолжает бороться в настоящий момент мы сейчас находимся в помещении где нет света сегодня тревога и очередной раз все находятся в напряжении поскольку возможно дальнейшее разрушение инфраструктуры прежде всего энергетической и Украина продолжает сопротивление 15 сентября Си Цзиньпин Путин и другие лидеры на саммите в Самарканде Узбекистан демонстрируют потерю поддержки в войне путинской России 15 сентября украинские власти после отхода российских войск изюма сообщают о массовом захоронении под городом 450 убитых у некоторых из них следы пыток 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной военной мобилизации в России и что не исключается использование ядерного оружия впоследствии министра обороны России Шойгу объявил о мобилизации 300 тысяч граждан запаса это спровоцировало демонстрации по всей стране а также сопротивление поджигались военкоматы массовые отказы на войну и так далее 26 сентября на газопроводах Nord Stream 1 и 2 произошли взрывы в результате которых в трубопроводах произошли большие утечки вероятно это российский саботаж по сей день продолжается расследование и пока русский след очень вероятен 30 сентября нарушение международного права Владимир Путин объявляет о незаконной аннексии России четырех украинских областей Донецкой Херсонской Луганской и Запорожской при этом Россия занимает лишь часть каждого региона до сих пор ни един регион не занят пол 1 октября в США вступил в силу закон Ленд-Лизе в защиту демократии в Украине 1 октября украинские силы входят в город Лиман Донецкой области в Украине шутят по поводу того что взяли российский город ну поскольку объявлена аннексия 4 октября Украина официально отказалась от переговоров с Россией поскольку аннексия сделала невозможные какие бы то ни было переговоры то есть это не шаг который говорит о готовности россии к переговорам потому что все эти утверждения России по поводу переговоров это лишь готовность вести разговор о нашей капитуляции не более того то есть ни на какой компромисс Россия не собирается 8 октября на мосту через Керченский пролив произошло несколько взрывов на железной дороге что привело к пожару и частичному обрушению участка автодороги 12 октября генеральный особенный принимает резолюцию осуждающую попытку незаконной аннексии России территории Украины против резолюции проголосовали Беларусь Никарагу Северная Корея Россия и Сирия Россия оказывается в очень серьезной изоляции с ней остаются до сих пор авторитарные и фактически маргинальные режимы и в этом смысле это как бы показывает что Россия в серьезной международной изоляции 28 октября министр обороны России Сергей Шуев объявляет об окончании мобилизационной кампании по достижению 300 тысяч резервистов 29 октября Россия обвиняет Украину в атаке беспилотников на штаб Черноморского флота в Севастополе Крым затем Россия попробовала но оказалась не способна остановить свое участие в Черноморской зерновой инициативе из-за мирового давления 9 ноября российские войска объявляют об отступлении из города Херсон с западного берега Днепра и Николаевской в Николаевской области и западной части Херсонской области 11 ноября украинские войска входят в Херсон 23 ноября европейский парламент определяет Россию как государство спонсора терроризма 2 декабря Австралия если страны большой семерки решают установить потолок цен на российскую морскую нефть в размере 60 долларов в США за баррель 2 декабря президент Владимир Зеленский подписывает указ о запрете религиозных организаций украинных за их связь с Россией 5 декабря Россия сообщает что в результате атаки беспилотников на ее авиабазу Дягилев и авиабазу Энгельс 2 два самолета страдической авиации были повреждены 21 декабря президент Зеленский в Вашингтоне встречается с президентом Байденом выступает перед конгрессом в новый пакет военной помощи США вошли ПВО Патриот 26 декабря атака украинских беспилотников на авиабазу Энгельс упредила удар России и по городам Украины разрушена диспетчерская башня перебазированы самолеты 27 декабря украинские силы приближаются к Кременной Луганской области ну и 27 декабря то есть вчера все больше сообщений о том что Китай и Тайвань на камине войны и Тайвань и Китай готовятся к войне это по состоянию на вчерашний день ну как бы в моем более полном текстовом варианте который будет опубликован в интернет я надеюсь что перекроет эти 4 дня которые как бы еще уходят в год итак война России против Украины проиграна речь идет о цене проигрыша и послевоенной конфигурации России и Украины однако и Украина тоже не готова к победе в войне коррупция в ходе войны бездарная экономическая политика опирающаяся лишь на западную помощь убивающая собственную экономику и собственный бизнес а также полное нежелание менять модель политико-экономической и социокультурной жизнедеятельности в стране вот теперь если у вас есть какой-то вопрос на эту тему готовы отвечать да у меня есть вопрос Сергей вот сейчас я снова послушала сначала все о чем вы говорили снова вспомнила у меня все это перед глазами снова и я вдруг почувствовала что за это время мы даже успели кое-что подзабыть это удивительное ощущение то ли потому что день за десять непонятно очень сложное понимание ситуации но вот когда вы сейчас все это читали создалось такое впечатление что это просто позор проигрыш конец России не кажется ли вам что за это время было упущено упущено какое-то время была допущена какая-то ошибка со стороны скажем наших западных партнеров которые вовремя может быть не дали оружие может быть не помогли нам сделать какой-то резкий рывок вперед не кажется ли вам что эта война затормозилась отчасти искусственным образом то есть очень много вопросов таких подводных которые снова встают снова звучат у меня есть ответ неоригинальный для меня я традиционно пытаюсь именно так смотреть на ситуацию отказ украинской элиты от мышления отказ российской элиты от мышления что на сегодняшний день мой фраймс на фейсбуке Рощин показал что 24 февраля 1-2% россиян поняли что это конец где-то к июлю 5% россиян понимали что это конец обратите внимание это его субъективное экспертное представление потому что ни о какой социологии сейчас более-менее имеющей хоть какие-то выполняющие хоть какие-то научные требования россии не идет где-то к осени это уже было 15% и на конец года он говорит что есть 18% людей которые понимают что это конец вот о чем-то мы сможем говорить о каком-то изменении в россии когда таких людей станет хотя бы 30% то есть когда они приобретут что называется блокирующий пакет по моим прогнозам война активная фаза войны закончится в следующем году к осени сама война продлится до осени 24-го года и мир скорее всего будет заключен где-то в году 25-го мы можем приблизить этот момент если хотя бы украинская липа притремить шаги по изменению ситуации в стране я говорю о субъективных шагах не о богатим а о субъективных война изменила все кроме Украины изменила все кроме коррупции которая так и осталась олигархии которая так и осталась примитивных идентичностей которые на фоне войны раскрутились до такого состояния что практически ну мы говорим уже что изменилась сама психическая ситуация серьезно разрушено то что Украина привыкла считать своим преимуществом духовная составляющая душа украинцев возглобилась но злость не привела к холодной ярости не привела к включению мышления не привела к рефлексии не привела к стратегии она привела к жажде мести к озлоблению это очень плохая тенденция и мне бы представлялось что на фоне войны несмотря не нашу коммуникацию содержательную стратегическую надо возрождать о последовоенном изменении мира еще внутри войны или во время войны надо думать уже сейчас и если мы не будем этого делать война затянется именно до тех рубежей которые я определяю обострение войны связано лишь со стратической коммуникацией и мышлением если мы не в состоянии будем изменить свою страну экономически политически технологически и культурно то война пройдет по объективистскому сценарию то есть так как она и должна идти если ничего не делать те сроки которые я назвал но у нас есть возможность то есть ускорить нашу победу ускорить нашу победу ускорение победы связано не с получением нового оружия не с успехами на фронте а с успехами мыслительно стратегической деятельности это мои убеждения переходим к следующему как это ни странно значительной части на новостей и событий за год спад мировой коронавирусной инфодемии или иначе говоря российская украинская война убила вирус на западе кроме того эпидемия в значительной степени переместилась в Китай где она сейчас зверствует который два года пытался избежать заболеваний за счет политики нулевого ковида ну то есть нулевой терпимости ковида итак 2 января коронавирусная инфодемия продолжается Израиль одним из первых предложил четвертую дозу вакцинации против ковида 19 на фоне всплеска омикрон 31 января в очутке британского правительства на фоне полицейского расследования вечеринки на даунинг стрит во время строгого каротина оценил как провал руководства Борис Борис Джонсон потом из-за этого ушел 3 февраля 1 в Европе австрей будет в действии вакцинацию для всех 24 февраля день победы Украины над коронавирусной инфодемией как-то вы скажете вот так приходишь в метро в маске как всегда полицейские говорят да снимайте что такое давай на убор заметьте обратите внимание без заявлений правительства без протеста каких называли нас ковид диссидентами а вот этих ковид испуганных как называли ну неважно без каких-либо протестов ковида замучен умерла инфодемника так вот в один день еще вчера была а сегодня уже нет как так что такое куда вирус делся ну это же ну как бы мы можем метафорически сказать что война убила вирус но никакой вируса не умерла никуда не елся он продолжал дело в том что более мощная инфодемия по поводу войны вытеснила менее мощную как оказалось менее опасную инфодемию коронавирусную и вот вся та ложь еще раз если вы не услышали с первого вся та коронавирусная ложь которая лилась на нас из экрана телевидения вдруг оказалась несостоятельной перед правдой войны поэтому еще раз настаиваю на своей оценке коронавирусная инфодемия это ложь с этого дня информационное пространство Украины во время войны представляет собой единый информационный марафон который замещает коронавирусную инфодемию тремя тождественные функции пропаганда слезодавка и запугивание а поскольку эпидемия идет на спад то происходит как бы смена мировой инфодемии 10 марта число погибших от COVID-19 оценивается в 18,2 миллиона человек в исследовании Вашингтонского университета что противоречит исследованию ВООС от 5 мая сейчас дойдем я вам объясню в чем противоречие 14 марта омикрон вызывает крупнейшую вспышку COVID-19 Китай со времен Уханя 2020 года 15 марта Гонконг изгрессировано 4000 смертей от COVID-19 омикрон из-за низкого уровня вакцинации как считают вынуждая отказаться от политики нулевого COVID-19 27 марта Китай объявляет что Шанхай будет заблокирован для тестирования на COVID-19 Китай остается одним из последних кто применил систему ноль COVID-19 12 апреля число известных случаев COVID-19 в мире превышает 500 миллионов из них 5,1 миллиарда 66% получили хотя бы одну прибивку от вакцины 18 апреля федеральный судья США признал незаконным распоряжение администрации Байдена о ношении масок в общественных местах незаконным у нас по этому поводу решений не было у нас все это тихо умерло без всяких решений 20 апреля тримминговый онлайн сервис Netflix впервые за десятилетия потерял подписчиков 200 тысяч клиентов с января по март смотреть стало неинтересно глобальная коронавирусная инфодемия ограничивает творческое производство снижает уровень креативности сюжетов грубо говоря Netflix перестает быть интересным то есть и такая же ситуация по существу во многих творческих профессиях эпидемия серьезно не просто ограничивает а разрушает творчество 27 апреля в отчете SDC США говорится что к февралю 2022 года более половины людей 57,7 имели антитела ковид-19 причем 70% детей и подростков 5 мая вот мы дошли опубликовано исследование ВООС посвященное избыточной смертности во всем мире показало внимание что умерло на 15 миллионов человек больше чем обычно что намного превышает официальное число погибших от ковид-19 составляющее 6 миллионов на вопрос от чего умерли эти люди ответа нет ответ из-за страха продвигаемого инфодемией публично не рассматривается обратите какое внимание 11 9 миллионов человек умерших в мире не оценены с точки зрения причины их смерти мировые правительства замалчивают от чего умерли эти люди они замалчивают почему есть несоответствие между этими циклами от чего умерли 9 миллионов человек они умерли от коронавирусной инфодемией которая запугивала людей лишала их повседневного смысла перспективы и приводила к смерти оценки пока этом нет явлений оценка состоится в будущем пока мир и на государственной структуре и государственное общество показывают неспособность оценивать эти вещи 19 мая Северная Корея вводит общественной карантин против COVID-19 в ситуации непривитого 25-миллионного населения 25 мая Тедрес Атханом Гебресиус переизбирается генеральным секретарем ВООС в Женеве Швейцария неадекватная политика ВООС не осознается и не расписляется 23 июля ВООС объявляет ОСПУ обезьян чрезвычайной ситуации в области международного общества здравоохранения оценивается глобальный риск как умеренный то есть фиксируется неспособность начать новую эпидемическую инфедемию 18 сентября президент США Джо Байден телеинтервью CBS говорит у нас все еще есть проблемы с COVID но пандемия закончилась 26 ноября в китайских городах прошли акции протеста против ограничительной политики правительства в отношении COVID-19 столкновения с полицией в Шанхае 7 декабря Китай объявляет о крупном снятии ограничений за COVID-19 для всей страны о разрешении домашнего карантина и отказе от QR-кода ну а теперь внимание как итог года 25 декабря Национальная комиссия охраны здоровья Китая НХС прекратила публиковать данные о новых заражениях и смертях от COVID-19 вместо этого данные о ситуации с коронавирусом теперь будут сообщать Центр по контролю и предотвращению заболеваний CDC для справочных и исследовательских целей ВНХС не объяснили ни причины такого решения ни чистоту и наполнение публикации из CDC Скорее всего чтобы не смущать правительство других стран Китай не стал говорить что причина в том что инфедемия запугивания смертями это идиотизм во время эпидемии Китай это сделал и не объяснил правительство стран предпочли этого не заметить ВООС ООН промолчал Большинство экспертов с мировыми именем медицинскими степенями промолчали То есть мы фиксируем неспособность мировой элиты осознавать то что с ними происходит на фоне неспособность осознавать это на уровне ООН неспособность осознавать это на уровне национальных правительств осознали это в Китае и то предпочли публично это осознание не предъявлять Итак война убила вирус так говорила в первые дни войны против России против Украины однако правда в том что инфидемия войны вычислена коронавирусом медведемии теперь внимание моя оценка некорректно сравнивать уровень смертности от гриппа в большей части штамма у которого человечество есть калекинный макет со смертностью от коронавируса за 2019 и 2021 годы пока у человечества не было коллективного иммунитета в 2022 году когда коронавирусу у человечества появился коллективный иммунитет оказалось вдруг ни с того ни с сего что общая смертность за 2019 и 2022 года от коронавируса приближается и далее все больше будет приближаться к уровню смертности от гриппа сколько медицинских репутаций было на это поставлено сколько самых известных медицинских специалистов нам говорили что это сильнее гриппа а оно действительно сильнее пока не вырвался иммунитет и так всегда и так и любая когда появляется смертность гораздо выше а потом когда берешь общий период когда уже вырвался иммунитет оказывается что смертность такая же как у ну и зачем было это все зачем 9 миллионов людей умертвили зачем это было надо кому это было нужно умертвить 9 миллионов людей инфодемией это не игрушки это не шутки это не нечто что можно игнорировать 9 миллионов людей умертвили просто потому что отшибло мышление на государственной структуре у медицинских эксперт у правительств 9 миллионов смертей можно подтвердить только предыдущую аналитическую оценку коронавирусная инфодемия была умышленной античеловеческой мировой компанией массово запугивая в интересах национальных правительств большинства стран и бизнесменов получающих выгодов от инфодемии не путать с эпидемией которая действительно была сергей вот вы сказали что война убила вирус ну да вы это повторили но тут же очень интересная история получается с вирусом и войной получилось так что вирус и вот эти карантины они дали нам такие навыки которые помогли украинцам преодолеть многие вызовы войны ну например дети могут учиться дистанционно потому что у них уже есть этот навык люди могут работать дистанционно потому что многие украинцы выехали и это позволяет им сохранять свои рабочие места вот мне кажется это тоже очень важный фактор это называется с одной стороны с другой стороны да но весь мир за это заплатил деньги а мы не могли все то же самое только включив мышление война на пороге что об этом украинские эксперты не говорят да все кричали что войны не избежать что надо к этому готовиться то не факелами надо ходить январе месяц и не томиками булгака сбивать ракеты а что надо делать свои ПРО свои ПВО свои беспилотные аппараты свою артиллерию свои танки вот что надо делать в преддверии войны вот грустно по этому поводу потому что мышлением берутся многие такие вещи и стратегирования которые не требуют человеческих смертей но мы же тут пришли отключить мышление поэтому я остаюсь при своем убеждении у меня все больше и больше возникает аргумент той позиции которую я два последних года в итогах 100 что приходим к следующему эколого-климатический кризис становится фоновыми условиями жизни человечества 13 января в Австралии самая жаркая за всю историю наблюдений 50 и 70 градусов по Цельсию он слову в Западной Австралии 24 января по меньшей мере 34 человека погибли и 65 тысяч остались без крова после того как два разных тропических шторма обрушились на Мадагаскар Мозамбик 4 февраля циклон Батсирай обрушивается на Мадагаскар менее чем через месяц после циклона Ана нанося ущерб убив более 92 человека оставив без крови 91 тысячу человек 8 февраля африканский рух то есть Сомали где проживает 13 миллионов человек в настоящее время сталкивается с гуманитарным кризисом из-за засухи три года подряд 14 февраля мега засуха поразившая Юго-Запад Америки по мнению ученых теперь считается самой сильной за 1200 лет 15 февраля наводнение и оползение после самого сильного дождя за столетия в Петрополисе Бразилия унесли жизнь 146 человек 191 пропал без вести 18 февраля шторм Юнис движется по Европе и Великобритании с порывами ветра 120 миль в час убив более 17 человек отключивая электроэнергию для миллионов 26 февраля дождевая бомба из-за медленно движущегося жалоба низкого давления вызывает сильное наводнение на юго-востоке Квинсленда Австралия 28 февраля отчет ООН важнейшее изменение климата изменение климата опережает усилия человека по адаптации наилучший сценарий повышение температуры на полтора градуса это наилучший во всех худших больше 2 марта государства ООН соглашаются создать юридически обязывающий договор о загрязнении пластиком после переговора в Найроби Кении 22 марта микропластик в первую обнаружен в крови человека благодаря новому исследованию проведенному в Амстердамском свободном университете Нидерландах 3 мая волна тепла продолжается в северной центральной Индии а температуры в марте и апреле являются самыми жаркими за всю историю наблюдений за 122 года 29 мая по меньшей мере 79 человек погибли в результате проникновения дождей в бразильской северно-восточной провинции Пернамбуку еще 56 пропали без вести 18 июня наводнение в Бангладеш в близлежащих индийских штатах оставило 4 миллиона человек без электричества по меньшей мере 41 человек погибли 21 июня сильное наводнение затронуло Южный Китай в том числе провинции Гуандун и Цзэнси где выпало самое большое количество осадков с 1961 года 20 июня сильная жара в Европе рвела гибли более 1000 человек в Португалии и 500 человек в Испании во время лесных пожаров в Испании Франции Италии и Греции 21 июня Великобритания впервые зафиксированная температура выше 40 градусов Цельсия то есть 104 по Фаренгейту рекорд 40,3 десятых Кингсби на фоне Конингсби на фоне экстремальной жары на большей части Европы 24 июня волна тепла на северо-востоке Америки во многих городах включая Бостон Сент-Луис и Филательфию объявлена о чрезвычайной ситуации с жарой 8 августа рекордные ливни в Сеуле Южная Корея где в некоторых районах выпало самое большое количество осадков за 80 лет 11 августа чудовищный лесной пожар к его востоку от Бордо сжег 7400 гектаров во время самого засушливого лета Франции с 1961 года 12 августа засуха официально объявлена в 8 регионах Великобритании на фоне самого засушливого периода в стране с 1976 года 16 августа на участках реки Янзыб Китая запускают программы по изменению погоды из-за сильной засухи включая засев облаком йодистым серебром для дождя ну для стимулирования дождя 19 августа засуха в Европе обнажает речные голодные камни в том числе Дечинский камень 1417 года на реке Эльбе с надписью «Если увидишь меня, то плачь» 20 августа 22 миллиона жителей африканского рога сейчас находится под угрозой голодной смерти по данным ООН после сильнейшей за 40 лет засухи 26 августа площадь лесных пожаров в России увеличилась более чем на 12 тысяч гектаров и составила 122,5 тысячи гектаров самые большие пожары в Якутии 28 августа Пакистан обращается за международной помощью наводнение от муссонных дождей забрало тысячу человек 8 сентября по данным службы изменения климата Копернику в Европе было самое теплое лето из когда-либо зарегистрированных то есть на 0,4 теплее чем а в августе 0,8 теплее 27 сентября ураган Ян пересекает западную часть Кубы как шторм третьей категории разрушившим национальную сеть страны и оставив страну без электричества 28 сентября ураган Ян высшей категории 4 брошится на суше недалеко от Кайкоста Флорида при скорости 150 миль в час 14 декабря HSBC крупнейший банк Европы прекращает финансирование новых нефтегазовых месторождений для снижения уровня парниковых газов Итак эколого-климатический кризис человечества является неизбежным трендом его дальнейшего существования на планете Земля этот кризис выходит за пределы национально-государственных возможностей это первый общепланетный общечеловеческий кризис как вызов ответ на который может стать началом осознания всечеловечеством себя как человечество вот теперь ваши вопросы Сергей как мне показалось я вас внимательно слушаю и записывала за вами вы несколько упустили влияние войны России против Украины на экологию но мне кажется не только на экологию Украины потому что ведь реки они же находятся не только на территории Украины ведь опасность взрывов на атомных электростанциях это тоже ведь вопрос целого региона эколого-климатический кризис имеет объективистский характер то есть это то к чему привела деятельность человечества то же чем мы имеем дело в Украине Украине имеет чисто субъективную природу а именно вмешательство соседнего государства и целенаправленное разрушение убийства наших животных фактически уничтожение поголовья многих видов скота уничтожение лесов загрязнение рек испохаблено чернозём включая заминированное территорию и это имеет чисто субъективную природу то есть действие непосредственно одного государства я же здесь остановился на общих действиях как бы человечества всей планеты поэтому это немножко не о том но вы правы что мы должны учитывать вы сейчас сказали что это только об экологии Украины но ведь если по большому счету посмотреть то наверное нет потому что реки они же не только внутри Украины они же во всем регионе и они идут дальше подземные воды это тоже не только украинские реки вообще-то текут в Черное море и и в Крым который тоже украинский у нас нет рек которые текут в России есть реки которые текут из России к нам это да но как бы они загрязняются да именно здесь у нас поэтому ну даже если смотреть Дунай как река общая то как бы до Дуная русские просто не дошли ну а мы его как бы завязняем не больше чем другие страны к тому же теперь Дунай у нас река судоходная поскольку как бы другие сократились и как бы я думаю что нагрузка такого рода как бы ухудшит ситуацию поэтому думаю что да в этом направлении мы должны подумать ну и еще если позволите один маленький вопрос вот вы вначале уже вспомнили об угрозе взрыва ядерных атомных электростанций украинских то есть я так понимаю что это тоже часть потенциального угроза которая может часть субъективного эколого-климатического кризиса то есть как бы субъективные его составляющие да которые как бы стимулируются именно войной ну что пойдем дальше политика стран входит в кризис на фоне российско-украинской войны как противостояние запада и востока Россия Китай Индия противостояние у России и запада Китайской или на стороне России а Индия пытается занимать нейтральную и отстраненную позицию 5 января в Казахстане явлено чрезвычайное положение на фоне беспорядков и протестов против повышения цен на топливо 18 января парламент Индезии одобряет законопроект о переносе столицы из Борнео и объявляет что новый город будет называться Нусантара что означает архипелаг 7 января президент Франции Макрон встретился с средним России Путин в Москве на фоне сосредоточения российских войск на хранице с Украиной Макрон пытается спасти лицо Путина и он это будет делать до последнего времени все пытается будет спасать лицо Путина в честь интереса России и я думаю что нам надо будет пересматривать роль Франции во втором мировой войне потому что ненаказанная оппозиция французской линии человечество предпочитало закрыть глаза она приводит к вот таким вот аберрациям я думаю нам серьезно надо будет поднимать потому что немцы хотя бы попытались осознать то что с ним происходит и худо-бедно как-то начали исправлять именно у немцев возникло осознание это на уровне такого слова как Путин Ферштея а во Франции это осознание не пришло первый министр Шотландии Николас Сержин официально приносит извинения 4000 шотландцев в основном женщинам обвиненным в колдовстве за 1563 1736 год 3 апреля Пакистан погружается в конституционный кризис после того как премьер-министр Ибранхан распускает парламент 3 апреля правительство Талибана запрещает выращивание опыта в Афганистане что имеет последствия для мировых поставок поскольку он производит 80% наркотиков 24 апреля президент Франции Эммануэль Макрон побеждает на переизбрании победив Мари Ле Пен из национального объединения как видим с элитой во Франции совсем все плохо 7 мая Министерство по пропаганде добродетелей и предотвращению порока в Афганистане издало указы о том что афганские женщины должны носить хиджаб с головы до пят иначе ее опекуну грозит уголовное наказание 11 мая опубликован первый отчет правительства США о смертях в индийских школах-интернатах неполный более 500 смертей в 400 школах и 50 могил за 150 лет 1 июня Турция официально меняет свое название на Туркия в Организации Объединенных Наций и на международном уровне 19 июня Централистская коалиция президента Франции Эммануэля Маткрона теряет правящее большинство Национальной Ассамблеи серьезный кризис элитный 5 июля возможно крупнейшее нарушение безопасности в Китае хакер предлагает шанхайской полиции продать базу данной информации об одном миллиарде китайцев 6 июля более 40 министров и помощников правительства выступают против премьер-министра Бориса Джонсона и уходят в отставку за рекордные 24 часа 7 июля премьер-министр рекомендарий Борис Джонсон объявляет о своей отставке на Дауни-Стрит после давления массовых отставок у министров 9 июля тысячи протестующих из Шиланкид штурмуют президентский дворец и подожгли дом премьер-министра в Коломбо 20 июля итальянское правительство премьер-министра Марио Драги уходит в отставку после того как его партнеры по коалиции вынесли ему вот у меня доверия 31 июля лидер Аль-Каиды Айдман Аль-Захири Аз-Захири который помогал планировать теракт 11 селя убит в результате удара бесплатно Кассиру в Кабуле Афганистан 8 августа ФБР проводит обыски в доме бывшего президента США Дональда Трампа было обнаружено 11 наборов документов некоторые из них помечены как совершенно секретные 15 августа Шотландия становится первой стороной мира которая делает продукты для менструации бесплатными для всех то есть даже мужчины 24 августа в Южной Корее зафиксирован самый низкий кипецент рождаемости в мире 0,81 в среднем по развитой экономике 1,6 замещение населения 2,1 29 августа самое массовое насилие в Багдаде за последние годы 30 убитых из 700 раненых после того как швидский лидер Мухтада Аль Садр уходит из политики 2 сентября после 13 лет строительства первой в Индии самостоятельно спроектированный разработанный и построенный авианосец ИАНС Викрант введен в строй 5 сентября правящая консервативная партия Великобритании назначает Ли Страс своим следующим лидером и премьер-министром 7 сентября новый премьер-министр Великобритании Ли Страс назначает кабинет и впервые на один из высоких старостных постов не занимают белые мужчины 8 сентября королевая Елизавета II умирает в замке Белморал после 70-летнего правления как монарх Великобритании правивший дольше всех ее старший сын наследует трон как король Чарльз или Карл дискуссия происходит в социальных сетях 3 12 сентября по данным Международной Организации Труда ООН современное рабство то есть принудительный труд и принудительные браки увеличилось на 10 тире 50 миллионов смотря как считать как рассматривает человек за последние 5 лет добровольный выбор рабства в обмен на благосостояние это наш современный тракт люди хотят рабства в обмен на благосостояние 17 сентября в Иране продолжаются протесты из-за обращения с женщинами после похорон в Москве Аммини умершей в заключении полиции нравов 19 сентября британская королева Елизавета II захоронена в Виндзорском замке после государственных похорон в Виндзорском аббасе в Лондоне 500 мировых лидеров были на ее похоронах 3 октября Илон Маск предложил скандальный сценарий прекращения войны между Россией и Украиной за счет украинских территориальных уступок России это проявление ядерного психоза из-за мировой военной инфодемии среди представителей мировой элины можно сказать что мы обязательно будем переживать три психоза об этом я написал статье в прошлом году в начале в начале этого года у нас коронавирусный психоз экологоприродный психоз и ядерный психоз эти три психоза будут мешать представителям элиты что-либо понимать осознавать и периодически они будут впадать в эдиотизм всяческого рода шизофрения поэтому мы еще увидим ни одно неадекватное заявление известных людей и мировых лидеров 16-22 октября 20-й национальной съезд комиссийской партии в Пекине Си Цзиньпин переизбирается нервным секретарем КПК что можно характеризовать как достижение практически неограниченной власти Си Цзиньпина фактически при этих условиях в ситуации авторитаризма он взял курс на войну прежде всего с Тайванием 20-е октября премьер-министр Ли Страсс объявляет о своей отставке 25-е октября решит Сунак новый премьер-министр Великобритании очень недоволь был премьер-министр она показала себя как абсолютно неадекватной и фактически мы говорим о кризисе лидерства и в Великобритании хотя им удается его купировать вот этими вот переназначениями но тем не менее кризис лидерства есть 1 ноября в отчете The Independent просочившиеся документы показывают что Министерство внутренней безопасности США и ФБР предпримали множество усилий чтобы повлиять на крупные технологические платформы такие как Твиттер Фейсбук Кэйдит Дискорд Майкрософт и Википедия с целью цензуры 10 ноября правящие в Афганистане талибы запрещают женщинам посещать общественные парки и аттракционы 12 ноября промежуточные выборы в США демократы сохраняют контроль над Сенатом 15 ноября население мира достигает 8 миллиардов человек всего через 11 лет после того как оно провисило 7 миллиардов хотя сейчас оно замедляется ожидается что 9 миллиардов будет примерно в 2037 году по данным 30 декабря правительство Ирана представляет свой первый официальный отчет более 200 человек погибли в результате протестов что правительство назвало беспорядками 30 декабря бывший президент США Дональд Трамп в посте о своей социальной сети Трасс соушил призывает к отмене всех правил включая Конституцию США 13 декабря президент США Джо Байден подписывает закон об уважении к браку обязывающий федеральное признание однополых браков на церемонии в Белом доме 19 декабря премьер-министр Нидерландов Марк Рютте официально приносит извинения за работорговлю от имени Голландии и речи в национальном архиве в Гааге то есть мы извиняемся перед женщинами колдунями мы извиняемся перед всеми рабами мы вроде как извиняемся поскольку принадлежим но как бы нормальной является ситуация когда одна страна пытается поработить или уничтожить другую и как бы вот в таком мире мы с вами ждем итак кризис национально-государственных политик и банкротство национальных политиков становится все очевидным над государственной структурой ООН НАТО ВТО и ПСЕ полностью несостоятельны в деле создания общечеловеческой политики теперь слушаю ваши вопросы Сергей вот из того что вы сейчас сказали у меня вот к вам один только вопрос если бы одним словом вы обозначали что происходит на Западе с западными странами и что происходит с незападными странами потому что все это время время войны очень-очень старался или по крайней мере делал вид что он мог бы стать ну я не знаю так называемым лидером незападных стран и в этом смысле что именно он мог бы стать таким собирателем общего негатива незападных стран по отношению к западным странам не знаю насколько это им удалось на Западе мы имеем дело с реакционной политикой объясню реакционная политика это когда вы не упреждаете лидии не понимая что происходит а реагируете на происходящие у вас нет представления о мире которая будет ну в буквально ближайшие 2-3-4 года в гуманитарной сфере не в технологии хотя уже сейчас и в технологии исчезает такое представление реакционная политика на Западе точно то же самое и на Востоке но на Востоке это отящено еще тем что там пытаются решить ситуацию реакционной политики за счет войны накопленный экономический технологический потенциал на Востоке будет инвестирован в войну так поступила Россия так поступает Китай боюсь что мы получим серию конфликтов Индии Китая Индии Макистан боюсь что мы получим проблемы на Ближнем Востоке включая Израиль и Арабский мир и то что Ванга называла падением Сирии это неизбежное следствие отказа человечества мышления мышления чисто и раньше не мысли человечество имело места где было мышление эти места для человечества были легитимны сейчас голос таких как я не слышен потому что я же не первый раз говорил о том что ребята то что вы делаете с Кармакистом плитой инфодемии что вы можете иначе построить политику вы можете иначе построить политику принятия решений в стране что стратегия это не пустой звук вы можете упредить и сохранить множество жизни этого не слышат не понимают не осознают поэтому вот одним словом реакция перейдем к следующим небольшой как бы раздел экономика я выдел самое главное потому что не очень хорошие новости здесь 3 января Apple становится первой американской компанией стоимость которой оценится в 3 триллиона долларов ну каждый год она растет приблизительно по триллион 18 января Microsoft заявляет что покупает Activision Bizarre издателя онлайн игр Call of Duty World of Warcraft и Candy Crush за 70 миллиардов долларов крупнейшее в истории поглощение игры технологии 31 марта США объявляют что выпсят 1 миллион баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва на 6 месяцев чтобы сбить цены это на фоне войны России с Украиной которая является мировой и для того чтобы собственно не дать России заработать побольше 4 апреля Elon Musk покупает 9,2 акции Твиттер что делает его крупнейшим акционером компании 19 апреля инфляция в США достигает 8,5% самого высокого уровня с 81 года что обусловлено ростом цен на газ аренду и продукты питания 28 апреля Твиттер объявляет о сделке по продаже себя Elon Musk за 44 миллиарда 4 мая Федеральная резервная система США делает самое большое повышение процентной ставки с 2000 года плюс полпроцента против самого высшего роста инфляции за 40 лет 7 июня президент Всемирного банка Дэвид Малпас многим странам будет трудно избежать рецессии а мировой рост в 2022 году замедлится до 2,9% по сравнению с 5,7% как он был раньше 22 июня Великобритания сообщает о самом высоком уровне инфляции G7 на уровне 9,1% что является 40-летним максимумом зароста цен на продукты питания и топлива 30 июня Нью-Йорк назван самым богатым городом мира где проживает 345,6 миллиона миллионеров и 59 миллиардеров а Токио и Сан-Франциско входит тройку лидеров 12 июля Твиттер подает судно Илона Маска после того как он отказался от сделки по покупке сайта социальной сети обвиняя его в недобросовестной 28 июля Саудовская Аравия обнародовала планы строительства футуристического 106-мильного города то есть как вот в линию как у нас кривой только больше с одним зданием линия для размещения 9 миллионов человек работающих на возобновляемых источниках энергии без дорог 23 августа обменный курс между евро и долларом США падает до 0,99 самого низкого уровня с момента введения единой европейской валюты 19 сентября банки банки в Ливане закрываются на три дня после серии ограблений людьми пытающимся получить свои деньги замороженные на фоне экономического кризиса 27 октября Илон Мас становится владельцем твиттер и увольняет четырех проходителей 22 ноября Великобритания столкнулась с более сильным ударом по своей экономике от глобального энергетического кризиса чем любая другая развитая экономика по данным ООСР которая по прогнозам сократится на 0,4% 6 декабря 1574 последний Boeing 747 Atlas Air 747-8 Freighter выкатывается с завода Boeing Everett сюда не входит санкции России мне было это просто неинтересно анализировать количество компаний частных компаний которые оставляют Россию трудности которые испытывает Россия мне это было неинтересно исследовать просто потому что во-первых я вовлечен в ситуацию конфликта во-вторых я считаю что перспектива этого является просто деградация экономическая деградация России и рассматривать ее первый этап не так интересно я думаю в следующем году будет более интересно посмотреть что из этого получится в экспертных отчетах многого этого нет но мировая экономика вроде как для помощи Украины и перед лицом китайско-российской угрозы переводится на военные рельсы серьезно переводится на военные рельсы об этом не говорят но последние месяцы об этом заговорили что у запада нет многих объемов нужного нам оружия и нужных нам боеприпасов это означает что мировая экономика переводится на военные рельсы это поменяет структуру экономики многие получат военные компании и компании связанные с военным получат государственные заказы и фактически мы получим уже в следующем году мировую военную экономику хорошо ли это или плохо мы об этом узнаем корпоративная экономика не военного направления начинает серьезно стагнировать что можно посмотреть на примере украины абсолютно бездарная экономическая политика украинского правительства несостоятельная политика в области мелкого и среднего бизнеса которая привела к отъезду за рубеж такое слово хорошее появилось в этом году релокация называется когда вы бизнес уйдите из своей страны в другую вот это все называется релокация об этом я тоже не очень хочу говорить пусть лучше экономисты скажут про это я тут не компетит я правильно понимаю что в следующем году мы ожидаем нового витка гонки вооружений которой уже очень-очень долго не было но я бы так сказала несколько десятилетий я думаю что гонка вооружений продолжится но ее продолжат немногие ее продолжать США Китай Германия скорее всего при всех заявлениях России о том что она пытается модернизировать ядерное оружие и обычное вооружение я думаю у нее не хватит ресурсов поэтому всем ее заявлениям верить сегодня нельзя приходим к следующему наука и технологии демонстрируют снижение активности при этом весьма редкие и важные достижения произошли в этом году о них мы поговорим космос в этом году не настолько богат на достижения как в прошлом году вы помните мы ему уделяли даже отдельное место чтобы выделять в отдельные разделы 7 января первая успешная трансплантация когда генетически модифицированное сердце свиньи было вживено 53 мужчине в Балтиморе штат Мэдленд 19 января в США запускается услуга мобильной связи 5G авиакомпании утверждает что она может мешать авиационным технологиям ну все как всегда совершенствуем вводим 5G вводим 6G авиакомпании по-прежнему будут рассказывать что это мешает но такой миф есть он непобедимый поэтому даже услуга 10G будет мешать авиационным компаниям хотя как бы ни одного подтверждения этому не будет найдено ну миф же отменить нельзя просто так взял 1 февраля премия королевы Елизаветы в области инженерии престижена масса от ОСАГАБА за изобретение магнита неодим железобор 26 февраля ученые публикуют данные о затерянном континенте Балкантолия между Южной Европой и Азией где была миграция животных 35-38 миллионов лет назад 24 марта Аблевская премия эквивалент Нобелевской премии по математике присуждена американцу Денису Салливану за работу по топографии 29 марта новое исследование Плутона находит доказательства существования крио-вулканов Наль и ледяной лавы из кадров НАСА Нью Горизонс 2015 30 марта компьютерную премию Тюринга получил американский программист Джек Донгара чья работа продолжила путь к суперкомпьютерам 31 марта 1 действительно полная последовательность генома человека ранее закатировано чуть более 90% опубликовано консорциум Теломер Ту Теломер 8 апреля первый полностью частный космический полет Аксиома-1 стартует в Международной космической станции 25 апреля первый аэропорт для электрических летающих автомобилей в больших дронах построен Урван аэропорт начинает работу в Ковентри Англия 27 апреля SpaceX запускает свою капсулу Crew Dragon с четырьмя астронавтом включая Джессику Откинс первую чернокожую женщину в космосе 12 мая опубликованы первые изображения сверхмассивной черной дыры стрельца А расположены в центре млечного пути получены телескопом Эвент Горисон 7 июня новое исследование показывает что морская трава Shark Bay расположена у берегов Западной Австралии может быть самым большим растением в мире покрывающим 77 миль морского дна который клонировался в течение 4,5 тысяч лет 9 июня НАСА объявляет что начинает исследование НЛО сосредоточив внимание на неопознанных воздушных явлениях НВЯ 13 июля а не просто объекты а явления то есть расширяем сам предмет исследования 13 июня исследования Массачусетского технологического института предлагают создать плод из космических пузырей над землей чтобы отражать солнечные лучи и тем самым бороться с изменением климата 21 июня Южная Корея успешно выводит на орбиту свои первые спутники с помощью собственной ракеты НУРИ из космического центра НРО 27 июня первый запуск ракеты в Австралии за 25 лет и первый коммерческий космодром НАСА за пределами США для суборбитальной ракеты 28 июня РакетЛаб запускает НАСА Кепстоун космический корабль Кюбсад размером с микроновой печь с полуостровом Махия Нова Зеландия на орбиту Луны для будущих миссий Гейтвей и Артемис Артемис в этом же году будет о нём ещё поговорим 7 июля американские учёные начинают поиск тёмной материи с помощью устройства на бывшем золотом руднике в Лидии Южная Дакота 11 июля НАСА и президент США Джо Байден представили первое изображение полученное с космического телескопа Джеймс Уэбб скопление галактик под названием СМАЗ 0723 удалённого от нас на 4 миллиарда световых лет в том виде в каком они появились 13 миллиардов лет назад по современным представлениям науки 11 июля новое исследование предлагает что собаки могут видеть своим носом первое документальное подтверждение прямой связи между обонятельной луковицей и затылочной долей у любого вида 15 июля американская компания SpaceX осуществила запуск грузового корабля Cargo Dragon 2 17 июля компания SpaceX при помощи ракетной сети Falcon 9 вывела на орбиту ещё 53 мини-спутника для сети Starlink имеющие важное значение в войне России против Украины поскольку они подарены поставлены сейчас за них уже платят в Украину 5 августа Volkswagen запускает прототип летающего автомобиля автоматического электрического пассажирского транспортного средства летающий тигр 18 августа журнал Science опубликовал способ расщепления вечных химикатов соединений фаз ответственных за рак низкий вес и прирождение и снижение иммунитета 22 августа первый америкомерический электрический самолет начали использовать для регулярных перевозок в авиакомпании Herbal Air 28 августа немецкий французский производитель железнодорожного транспорта Almstone вводит в эксплуатацию в Нижней Саксонии первый в мире парк поездов работающих на водородном топливе 19 сентября в Китае впервые в мире успешно клонировали Эль Арктического Волка щенкам уже исполнилось 100 дней 26 сентября зонд НАСА в ходе демонстрации технологии планетарной защиты успешно врезался в луну бинарного астероида Double Moon 2 октября Илон Маск представил человекоподобного робота Optimus чуть не сказали Optimus на хорошей же стороне против десептиков 11 октября НАСА сообщает что его космический корабль ДАРТ успешно изменил орбиту астероида Demo Force высотой 520 футов 160 метров примерно на 32 минуты 31 октября экспериментальный модуль Мэн Тян Китайской космической станции был запущен с космодрова Вэн Чан на Хайнане и успешно вышел на заданную орбиту 4 ноября астрономы объявляют об открытии ближайших к Земле известной черной дыры всего 1600 световых годах от нас и в 10 раз массивнее нашего Солнца 16 ноября НАСА запускает миссию Артемис-1 ну или на русском Артемида-1 после нескольких месяцев задержек это первый полет систем космического запуска 29 ноября канадские ученые являют об открытии двух минералов Эл-Алиита и Эл-Кинстантонита ранее не встречавшихся на Земле а материт Найтфул из Сомали 5 декабря Китай запустил четырехступенчатую твердотопленную ракету с морской платформы в Желтом море ракета Цзин-Лун-3 может нести более 20 спутников за одну миссию а стоимость не превышает 10 тысяч долларов за килограмм если непонятно объясняю Китай вошел в конкуренцию с частными космическими компаниями такими как Спейсиск и Луна-Маска полностью выбросил за пределы Роскосмос как так и так 11 декабря космический корабль НАСА Орион возвращается на Землю после завершения испытательного полета Артемис-1 нуля Артемида-1 вокруг Луны за 25 с половиной дней рекордное расстояние пройдено космическим кораблем 13 декабря очень важный день Министерство энергетики США официально подтвердил что ученые Ливерморской национальной лаборатории в Калифорнии впервые в истории провели реакцию управляемой термоядерного синтеза с положительным выходом энергии это первая успешная реакция ядерного синтеза в лабораторных условиях воспроизводящая ту же энергию что питает Солнце 15 декабря телескоп Джеймс-Вэб стал научным прорывом года по версии журнала Science Итак три важных научно-технологических достижений за год полная последовательность генома человека 31 марта первое изображение сверхмассивной черной дыры 12 мая и реакция управляемой термоядерного синтеза 13 декабря это по моему скромному мнению генетика космос и термояд отдельно стоят развития продолжающей космической экспансии сажают Китай при значительном оставании Европы России и остальных стран ну теперь ваш вопрос ну здесь у меня скорее не вопрос а скорее такое замечание потому что вот при таком развитии науки техники как-то случается что война России против Украины ведется оружием которое применяли еще во второй мировой войне пока да но побеждает именно то оружие которое разработано уже после второй мировой войны а именно побеждают противоракетные системы против которых С-300 С-400 как бы так не пляшут как пляшут такие противоракетные противоизошные стены побеждают дживелины инло которые измерительные после второй мировой войны побеждают БПЛА которые стали находкой последних лет буквально последних лет вот они все хорошо показали в Азербайджане и Армении и как бы понятно было что это оружие будущего побеждает интернет на войне который как оказалось дает огромнейшее преимущество потому что это возможность планшета командовать и артиллерийским огнем и как бы ударами с воздуха побеждает ситицентрическая война это находка уже после второй мировой войны так что как видите ваш вопрос в значительной степени не состоит побеждает именно то что появилось уже после второй мировой войны а тот кто воюет средствами второй мировой войны и даже как бы тем что было изобретено в 60-70-е годы тот почему же не состоятель я же сказала как сейчас обсудила а вы сказали как будет потом переходим к следующему культурные события становятся чисто формальными и выходят на глобальный уровень взаимодействия культур нежели остаются внутренним достижением медиальной культуры 10 января 79-й золотой глобус лучший фильм власть пса драма вестсайская история комедия музыка лучший сериал наследие лучший ресерт джейм кемпион кинофильм знание лучшего актера в номинации драма завел Уилл Смит исполнивший главную роль в киноэнте король Ричард 4 февраля в Пекине открылись 24-е зимние олимпийские игры для Украины это событие позволило оттянуть начало войны поскольку существовало подозрение о договоре Путина с Си Цзиньпином о не начале войны до окончания олимпийских игр в Китае и мы имели возможность сохранить свою авиацию хоть как-то подготовиться к отражению хотя и не полностью 20 февраля закрытие 24-е зимних олимпийских игр в Пекине Китай Норвегия финиширует с рекордными 16-ми золотыми медалями 27 марта 94-я премия Оскар кода в номинации лучший фильм лучший резисчерт Джейн Кемпион лучшая актриса Джессика Шестейн лучший актер Уилл Смит давший пощечину ведущему Грису Року в прямом эфире на сцене что как бы повлекло с собой скандал остранение права участвовать ну и так далее 3 апреля 64-я премия Грэмми Джон Батист получает альбом года Оливия Родриго три награды включая лучший новый исполнитель лучшая песня Silk Sonic Бруно Марс и Андерсон Андерсон Пак Leave the Door Open 9 мая новахо-американский композитор Рэйвин Чакон получает Пуллицерскую премию в области музыки за свою работу Безмолвная Месса 10 мая Apple прекращает выпуск музыкального плеера iPod спустя 21 год 4 мая 14 мая Калуш-оркестра из Украины с песней Стефания побеждает на Евровидении в Турине Италия 26 мая роман Нахинги «Песчаная гробница» написанный Гатанджали Шри и переведенный Дэйси Роквал впервые получает международную Букеровскую премию 28 мая 75-й Каннский фестиваль фильм швейского режиссера Рубена «Остлунда Треугольник печали» получает золотую пальму и бель 28 мая финал Лиги чемпионов УЕФА Париж Карл Анчелутти стал первым тренером выигравших 4 чемпионата Европы когда Реал обыграл Ливерпуль со счетом 1-0 8 января на Дисней Плюс состоялась премьер-министреала «Мисс Марвел» с первой на экране историей о мусульманских супергероях с именом в Лане главной роли 2 июля в музее Виктории и Альберта в Лондоне открывается крупнейшая в истории выставка африканской моды «Африка фэшн» 12 июля уже на корейская драма Netflix «Игра кальмаров» стала первым неанглоязычным сериалом номинирован на премию «Эмми» 8 августа сингл-бэмси «Брэк Майн Сол» стал первым соло номер один в чарте «Билборд Топ 100» за 14 лет а альбом «Ренессанс» достиг номер один в чарте «Билборд 200» 12 августа писатель Салман Ружди подвергся нападению и множественному ножевому ранению на сцене перед лекцией в Чатаква Инститюшн Нью-Йорк 21 августа Мессай Грэм побеждает номинацией «Самая смешная шутка» на Эдинбург Фринч дословно перевожу «Я пытался украсть спагетти из магазина на женщина-охранник увидела меня и я не смог достать макароны» Носители языка говорят что здесь есть какая-то игра слов и поэтому смешно но в чем юмор для носителей языка понять невозможно более того чтение десяти лучших шуток этого фестиваля показывает у меня есть ссылка будет полной версии что это остроумное высказывание но они никак не смешны вне оригинальной языка культуры поэтому несмотря на попадание в мировые новости фестиваля Эдинбург Фринч его шутки не мировой юмор современный мировой юмор должен быть контекстуально независим от языка и культуры современный мировой юмор это когда смешно всему миру а не только вашим друзьям или соотечественникам 1 сентября премьера телесериала «Восемь колец» кольцо власти кольца власти на Амазон прайм видео отзывы не очень хорошие ну и подарок Путина кольцо всевласти сделал это как бы смешным на весь мир 10 сентября лучший фильм 79-го венецианского международного кинофестиваля начальство 31-го документальный фильм Лауре Пойнтрас о фотографии Ней Голдин вся красота и кровопролитие лучший режиссер итальянец Лока Гуадьянина за работу над фильмом целиком и полностью в актерских категориях премии получили Кейт Бланшин и Колин Фаррел 12 сентября 74-я премия Эми лучшая драма наследия лучшая комедия Телласа лучший мини-сериал Белый лотос Ли Джон Дже звезда Игры Кальмаров стал первым участником шоу на иностранном языке получившим премию Эми за лучшую мужскую роль в драме 16 сентября поющий бароманщик Рина Стар выпускает свой третий мини-альбом с креативным названием Epi 3 то есть Extended Play 3 18 сентября фильм Стивена Спилберга Фабельмана получает приз зрительских симпатий на кинофестивале в Торонке 3 октября шведский биолог Саванте Паба получил Нобелевскую премию по физиологии за медицин за вклад в планирование ДНК вымерших людей не знаю почему я сюда это отнес это какая-то ошибка ну ладно прочитаю уже здесь 4 октября Алан Аспен Джон Круз и Антон Целлингер получили Нобелевскую премию по физике за эксперименты по запутанности фотонов установления нарушений неравенства Белла и развития квантовой информатики 3 октября американцы Кэрол Бертоси и Карл Барри Сарплес а также датчанин Мартин Пун Мэлдал совместно удостоверили Нобелевской премии по химии за развитие кликхимии и биоортогональной химии 6 октября французская писательница Анни Эри удостоверили Нобелевской премии по литературе за мужество и клиническую остроту с которым она раскрывает корни отчуждения и коллективные ограничения личной памяти 7 октября белорусский активист Алис Беляцкий Российское правозащитное общество Мэриал и Украинская правозащитная организация Центр гражданских свобод удостоверили Нобелевской премии мира сомнительные действия Нобелевского комитета странные агрессоры и странные жертвы уравнены 10 октября Американцы Бен Бернакет Дуглас Даймонд и Филип Хадабих удостоверили Нобелевской мемориальной премии по экономике за исследование банков и финансовых кризисов 21 октября вышел новый альбом Midnight с американской певицей Тейлор Сифт который установил множество рекордов 28 ноября слово года Мэриам Вебстер газлайкинг а Коллинз термокризис газлайкинг это форма психологического насилия и социального паразитизма когда человека заставляют мучиться и сомневаться в адекватности своего мировосприятия через обесценивание шутки обвинений за пугивом может быть способом буллинга моббинга и харассмента 30 ноября ЮНЕСКО объявляет о новых дополнениях к своему списку нематериального культурного наследия включая французский багет вкусные традиции вызова верблюдам на Ближнем Востоке и чайной традиции в Китае 30 ноября Сингл Гарри Стайлза As It Was стал самой популярной песней из Spotify в мире в 22 году а Бэт Банни их самым популярным исполнителем 8 декабря на церемонии вручения наград Грейм Эвордс Элден Ринс в номинации Игра года Игра Голд оф Уор Арнарек Арнарек это конец света получает небольшое наибольшее количество наград 6 мир уже играет в конец света 18 декабря Аргентина побеждает Францию со счетом 4-2 по пенальти после ничьей 3-3 выигрывает третий титул чемпиона мира по футболу и так два года коронавирусной инфодемии то есть не столько эпидемии сколько инфодемии серьезно подорвали развитие культуры как мы видим много событий формальный характер имеет ну то есть кто где победил культура пытается творчеством и позитивной перспективы а не блокадой ограничений и запретами тем более не войной война России против Украины продлила процесс консерлинга русской культуры нового в общем-то явления в истории человечества которое не достигало такого масштаба даже в годы процветания нацистско-фашистской милитаристской культуры в годы Второй мировой войны теперь ваш вопрос и переходим к общим итогам Сергей должен сказать честно что вот в этом блоке у меня нет ни одного вопроса как ни странно вопросов совершенно нет вот именно в этом разделе почему-то давайте тогда наверное давайте к общим итогам ну что общие итоги безрадостные правильно написал Дмитрий Раимов что предпочитают говорить о плохом но вот казалось бы все возможности говорить о плохом и вот Саксабанк который специализируется на шокирующих прогнозах уж мог так шокировать ну так шокировать давайте почитаем чем же шокировал нас Саксабанк богатые люди мира объединятся и создадут что-нибудь эдакое офигенное подобное манхеттинскому проект чего-то чего-то ну манхеттинский проект на секундочку это ядерное оружие то есть в смысле они создают еще большую пугалку чем ядерное оружие а нафиг то есть у нас и так много смысла и перспектив чтобы еще что-то более разрушительное создать оставка Эммануэля Макрона в чем здесь шок это не как прогноз даете не в чем шок золото стремительно подражает а в чем шок создание армии ЕС допустим а в чем шок запрет производства мяса в 2030 году ну может быть а в чем шок референдум по отмене Brexit ну а шок то в чем широкомасштабный контроль над ценами для ограничения инфляции может быть как последнее средство а шок в чем ОПК и Китай выйдут из МВФ ну и что вот если бы они как бы ОПК вышел и что-то там где-то там что касается нефтегаза ну было бы понятно а так ну выйдут из МВФ и что курс иены будет привязан к доллару может быть а шок в чем запрет офшоров убьет частный бизнес только смех вызывает ребята из Саксабанка запомните запишите себе где-то повесьте у себя в офисе частный бизнес не убьет ничто даже на руинах ядерного мира частный бизнес будет процветать другое дело что близкий к вам частный бизнес умрет ну персонально для вас это может быть шоком но поверьте частный бизнес не убивает никогда ничто и нигде ах итак какие прогнозы у нас я это предлагаю так итак послевоенный мир благо для всех и не для кого отдельности послевоенные прогнозы бывают только бесплатные в грядущем будущих не разглядеть господа делаем ставки что первым подлежит разрушению исчезновению наградации распаду растворению и на худой конец существенному преобразованию государства нации старые корпорации фиатные деньги идентичности группы организации инфраструктуры языки науки технологии искусства способы проведения досуга и так далее какова сложная модель послевоенного мира полиэксистенциального полиэксистенциального топологического и коммунального политийного молчат прогнозисты не дают ответа ну и традицию которую мы взяли в предыдущем году девиз прошедшего 2020 года уже проходящего как вы помните был слабоумие отвага тут в этой же студии сделаны нам полностью соответствовал событиям слабоумие оказалось на стороне России а два оказалось на стороне Украины девиз на следующий год русский вариант не макьем так как украинский вариант на кеем то палец вот девиз на следующий год Сергей как-то получилось слишком много неопределенности знаете просто какое-то многоточие сплошное вот смотрите если посмотреть на то что для России не мытьем так катаньем для Украины не кеем так палец слишком много означает что мы будем упорствовать достижений целей предыдущего года к сожалению меняться будем мало я не верю в способность прежде всего украинской элиты породить пространство мышления в обществе внедрить стратегирование как основу принятия решений поэтому увы на кеем так палец Сергей Датюк был сегодня на студии за что мы вам страшно благодарны и несмотря на то что у нас не было света нам все равно было тепло и уютно Сергей спасибо вам огромное что вы были сегодня с нами и очень надеюсь что мы обязательно продолжим наши с вами встречи в следующем году спасибо огромное Сергей Датюк полстане и конечно признатель вам наше спокойствие на год ковне птюк оставайтесь спасибо 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 Субтитры создавал DimaTorzok